Продолжаем рубрику формата Разрушители Легенд. И на этот раз мы будем разбирать возможность выполнения вот таких магических упражнений с палкой или любым другим прямым предметом. Такие упражнения выглядят действительно нестандартно и в некоторых случаях даже невозможно. Но как же отличить фейк от реального выполнения и возможно ли это вообще? А также зачем спортсменам выдумывать такие ухищрения? Что это, просто очередной способ проверить свои силы или же такие упражнения все же имеют некое практическое применение? Колотите любимый напиток и давайте же во всем этом разбираться. За помощью я как всегда отправился к команде Barstylers из Харькова. Там например спортсмен по имени Константин Ушкала как раз любит подобные эксперименты. Вот он например делает отжимания на кольцах, стоя при этом на брусье. А вот еще один парень по имени Андрей. Этот так вообще является цирковым артистом и творит примерно вот такую дичь. Впрочем, предлагаю уделить 20 секунд вашего времени и посмотреть небольшую нарезку. В общем-то примерно таким составом наша сборная по безумию стартовала испытания по магическим упражнениям. И начали мы с самого визуально простого, с отжиманий. Это упражнение решил попробовать выполнить я сам. И поняв технику, скажу вам, что это было более чем выполнимо. Данное упражнение проверили на себе и другие ребята. И по сути у всех оно получилось нормально. При этом в данном случае могу даже сказать, что оно отнюдь не бесполезное. Такие отжимания отлично задействуют мышцы стабилизатора. И если делать это упражнение регулярно на обе стороны, то они точно перейдут на новый левел. К слову, для тех, кто не в курсе, стабилизаторы хоть напрямую и не влияют на подъем тяжестей, но они делают работу вашей двигательной системы более эффективной. В то время как если они слабые, то мышцы двигателей не будут сокращаться в полную мощность. Короче говоря, мышцы стабилизаторы лимитируют работу движущих мышц в случае неправильной техники выполнения. Да и вообще, любой дисбаланс ведет к проблемам. Например, люди со слабыми мышцами пресса чаще сутулятся. И слабые ягодицы ведут к усилению ягодичного прогиба. Ну да ладно, с теоретической частью понятно. Но мы тут не теорию пришли изучать, а собственно говоря, разоблачать упражнения. И с отжиманиями вердикт очевиден. Это возможно. Но раз нам это так уж легко далось, мы немного завысили планку. И Андрей начал выполнять эти отжимания уже с одной рукой. Как видите, все получилось. А затем еще и убрал одну ногу для эффектности. Короче, в таких отжиманиях точно есть где разгуляться. И полет фантазии, конечно же, завел нас к горизонту. Давайте на это посмотрим. Вот тут уже, друзья, мы не будем строить из себя супергероев. И, конечно же, признаемся, что это был монтаж. Как бы ребята не пытались, физика их одолела. И горизонт таким образом сделать невозможно. Во всяком случае, нам это не удалось. Но мы по традиции расскажем, как это сделать в видеоредакторе. В этом случае, как и в предыдущем, нам понадобится After Effects и плагин Moco. Закидываем видос в программу и создаем композицию с идентичным фреймрейтом. Это важно для качественного ротоскопинга. О том, что это такое, мы уже говорили в прошлом видео, поэтому повторяться не будем. Если не смотрели, рекомендую. Далее ищем подходящий по свету кадр с пустого фона. Делаем из кадра фриз фрейм, то есть замораживаем его. Тут нужно помнить, что на видео, какой бы супер-пупер качественной камерой вы не снимали, всегда будет присутствовать анимированный шум. Поэтому, чтобы наш замороженный фрейм не выделялся, мы тоже должны создать в нем точно такой же шум. С помощью пресетов программы Adobe After Effects. После чего вырезаем из этого фрейма область, где на главном кадре есть стойка, которую нужно убрать. И немного размываем маску по краям. После чего эту область нужно немного подогнать по цвету. И если надо, нарисовать шейпами тень с невысокой прозрачностью слоя, проанимировать ее и задать режим наложения скрин. Также, если есть моменты, где нога атлета заходит за стойку, из-за этого нога атлета может обрезаться. Тогда находим кадр, где нога хорошо видна, вырезаем ее масками, потом тречим ее с помощью моки, и в тех местах, где она режется, подставляем вырезанную затреченную ногу. На выходе получаем трюк уровня Дэвида Копперфильда, не меньше. Ах да, чуть не забыл. Для этого трюка вам также потребуется идеально уметь отжиматься в горизонте, поскольку даже без монтажа выполнить этот элемент на скользкой и вращающейся рукояти будет совсем нелегко. Окей, теперь давайте пробовать подтянуться, используя точно такой же прием. И здесь уже все гораздо сложнее. Мы каждый болтались на перекладине, как колбасы, и подтянуться в таком положении, ну никак никому не удавалось. Причем отмечу, что данное упражнение, конечно же, предусматривает тот факт, что вы умеете подтягиваться на одной руке, иначе даже пытаться не стоит. Но каждый из нас на одной-то как раз подтягивается, а вот на этой палке ничего не удавалось. Из-за этого можно сделать вывод, что такое выполнение является более сложным, чем подтягивание на одной. Первая более-менее удачная попытка получилась у спортсмена по имени Виталий. Конечно же, это не идеальное подтягивание, но это уже выглядит так, как нужно. Также с нескольких дублей подтянуться получилось и у Константина. Хоть его и немного покосило в сторону, сделать почти полное повторение ему все же удалось. Исходя из всех наших попыток, можно однозначно сделать вывод, что выполнить такое магическое подтягивание более чем возможно, с той лишь разницей, что палка не будет стоять идеально ровно и неподвижно, как в случае с отжиманиями. И заподозрить фейк в подтягиваниях гораздо проще. Давайте мы вам его продемонстрируем. Как видите, разница налицо. Реализован этот фейк был точно так же, как и предыдущий. И в связи с этим хочется бросить вызов нашим подписчикам. Пробуйте делать магические подтягивания и отмечайте меня в инстаграме. Самые крутые попытки я буду репостить к себе. Ну а если у вас прям получится сделать чисто, как на фейк версии, то это однозначно тема для следующего сюжета. Вообще мы неожиданно получили массу позитивных оценок данной рубрики. И планируем ее продолжать. Например, пару дней назад мне отправили в личные сообщения вот этого парня, который творит нечто совершенно сумасшедшее. Он отжимается на гвоздях и отвертках, а также выложил в инстаграм видео, где вывихнул себе палец. Я по понятным причинам не могу вам показывать эти кадры сейчас в сюжете, поскольку ютуб меня попросту забанит. Но вы и сами можете ознакомиться с его творчеством в инстаграм. Ссылку я оставлю. Я это говорю к тому, что вы можете отправлять мне в личные сообщения видео разных упражнений или трюков, которые по вашему мнению могут быть фейком. Ну а мы постараемся в следующем выпуске эти самые трюки вывести на чистую воду, поэтому проявляйте активность и возможно именно ваше видео попадет на наш разбор. А также, друзья, спешу сообщить вам о том, что 23 апреля в 18.00 по Москве и Киеву у нас с Тарасом Тычинским пройдет уже второй онлайн вебинар на тему застоя в результатах и методами борьбы с так называемым плато. В прошлый раз мы получили массу позитивных отзывов от участников и в этот раз готовимся поднять планку еще выше. К тому же на этом вебинаре мы дадим вам массу бесплатных бонусов и в самом конце разыграем мерч от нашего проекта, поэтому переходи и регистрируйся по ссылке в описании. Ну а также не забывай поставить лайк, если видео тебе понравилось. Подписываться мы по традиции никого не призываем. Делайте это только в том случае, если действительно хотите вернуться на наш канал и следить за обновлениями. С вами как всегда был Федор Чепкий, еще увидимся, пока! Федор Чепкий